Здравствуйте, с вами Александр Антипов, ваш бессменный ведущий самых жарких новостей по информационной безопасности. Далее в выпуске. Хакеры атаковали промышленные системы в Бразилии и США. Стоит ли нам бояться? И кто нас спасет? Кибератаки с помощью GPS-пуффинга устроили в Москве виртуальные пробки. Чудо-женщина! Москвичка лишилась двух миллионов рублей, забыв телефон в такси. Снова они! Северокорейские хакеры в нашей рубрике ТОП-принцедент. Устраивайтесь поудобнее, подписывайтесь на канал. Мы начинаем! На этой неделе произошло сразу две атаки на промышленные объекты. Электроэнергетические компании из Бразилии, электробасы Копель подверглись кибератаке с помощью вымогательского ПВО. Некоторые из операций обеих компаний были сорваны, а часть систем и вовсе отключены. К счастью, злоумышленники не смогли вмешаться в работу атомных электростанций, так как из соображений безопасности они были отключены от административной сети. Однако, с пустыми руками хакеры не ушли. Представители вымогательского ПВО DarkSide именно с помощью него была совершена атака, утверждают, что им удалось украсть более 1 терабайта данных. Украденная информация содержит как данные клиентов и руководства компании, так и различную конфиденциальную информацию, которая может использоваться для доступа к административной сети Копель. Перемещаемся в США. Второй инцидент произошел на станции водоочистки в городе Олсворт в американском штате Флорида. Неизвестный хакер получил несанкционированный доступ к компьютерной системе и смог изменить уровни химических веществ до опасных параметров. Оператор системы удаленного контроля находился на рабочем месте и в штатном режиме следил за процессами очистки воды. Неожиданно он заметил, что курсор мыши движется по экрану. При этом оператор ничего страшного не заподозрив, подумал, что начальник удаленно подключился к его компьютеру для проверки работы. Однако, после того, как злоумышленник более чем в 100 раз увеличил уровень гидроксида натрия, оператор поднял тревогу. По счастливому стечению обстоятельств, атака была вовремя остановлена и повышенный уровень гидроксида натрия не успел попасть в воду. Как химик, хочу заметить, что концентрация гидроксида натрия, установленная хакером, не является опасной. В случае попадания вещества в воду, последствия ощутили бы только люди, имеющие пониженную кислотность желудка. В этот раз гаденыш не навредил. Но что помешает ему отравить воду в следующей попытке? Согласно сообщению властей, злоумышленник получил доступ с КАДА-система через TeamViewer, приложение для удаленного управления, которым системные администраторы пользуются для удаленного устранения неисправностей на компьютере. Стоит ли говорить, что ПО такого рода не должно использоваться на критически важных системах? Кто стоит за атакой и какие преследуют цели, не сообщается. Некоторые эксперты утверждают, что за этой атакой стоят иранские хакеры, которые уже полгода назад осуществили подобную атаку на системы водоочистки Израиля. Объекты критической инфраструктуры все чаще подвергаются атакам злоумышленников, поэтому мы должны подумать об их безопасности. Пока нам удается избежать серьезных последствий. Однако, если в следующий раз удача будет на стороне хакеров, кто знает, чем это может кончиться. По этой причине хочется отметить киберполигон The Stand-Off. На данный момент проверить крупные системы промышленной безопасности можно только там. Идем дальше. Следующая тема посвящена вмешательству в критическую инфраструктуру с помощью технологии GPS-спуфинга. Что это такое GPS-спуфинг? Это такая атака, которая пытается обмануть GPS-приемник, передавая немного более мощный сигнал, чем полученный GPS-спуфинг. Давайте рассмотрим это на конкретных событиях. В ночь на 5 февраля сервис Яндекс.Карты показывал затруднение движения в Москве на уровне 10 баллов. Я пьел! При этом у Google Maps ситуация намного более привычная. Дороги в ночное время традиционно пусты. Специалисты Яндекса заявили, что причиной стало внешнее вмешательство с большим количеством ложных GPS-трекеров. Из-за небольшого транспортного потока ночью атака смогла изменить ситуацию на карте пробок. Для некоторых граждан ложные пробки в ночной Москве стали причиной резкого роста стоимости тарифов такси. Что, согласитесь, не очень приятно. Аналогичный инцидент произошел год назад в Берлине. Немецкий художник создал дорожную пробку в приложении Google Maps. В рамках эксперимента он возил с собой тележку, груженную 99 смартфонами, что создавал виртуальные пробки на улицах Берлина. Какую цель преследовали потенциальные хакеры, неизвестно. Однако сама возможность, что неизвестные злоумышленники могут привести мегаполис к транспортному коллапсу, вызывает серьезные опасения. Третья новость научит вас тому, что не стоит брать на вечеринку больше денег, чем вы можете потратить. Для нашей героини пренебрежение этим правилам привело к потере к ровненькой сумке. После бурной вечеринки в баре девушка вызвала такси домой. Во время поездки ей стало плохо. Она попросила остановить машину, вышла на улицу, но при этом забыла сумку, у которой находилась банковская карта. На следующее утро с дикого похмелья девушка выяснила, что она также забыла мобильный телефон, который был привязан к кредитной карте. Оказалось, что кто-то перевел более 2 миллионов рублей, которые она взяла в ипотеку для покупки жилья. Девушка находилась в бессознательном состоянии, чем и воспользовались злоумышленники. Разблокировав телефон с помощью биометрических данных, они осуществили перевод денег, используя коды подтверждения из СМС. В сети вы можете найти множество способов по защите мобильного телефона, однако все они не работают, если пользователь не может контролировать ситуацию, находится в бессознательном состоянии или его держат в заложниках. И такое бывает. В 2019 году владельца Додепицы Владимира Городецкого похитили и держали в заложниках. Под угрозой физической расправы бандиты потребовали выдать пароли от всех банковских аккаунтов и опустошали его личные и корпоративные счета. В итоге со счетов предпринимателя было выведено более 3,5 миллионов рублей. Чтобы избежать подобного рода инцидентов, я хотел бы дать вам несколько нетривиальных советов для защиты вашего смартфона. Во-первых, поинтересуйтесь у своих банков, предлагают ли они дополнительные средства безопасности для защиты ваших банковских счетов. Например, установка лимитов по счетам или запрет на крупные транзакции без дополнительного подтверждения. Лучшим сценарием, который позволяет минимизировать подобный вид атак, является использование отдельного телефонного номера для коммуникации с банком и подключения к удаленным счетам. Также необходимо для доступа к критически важным приложениям отказаться от биометрической идентификации и использовать только парольную защиту. Также хорошей практикой является использование встроенных механизмов шифрования, которые позволяют исключить доступ к критически важной информации, если телефон попал в чужие руки. Гаджеты стали неотъемлемой частью нашей жизни, и стоимость хранимой в ней информации может в сотни раз превышать стоимость мобильного устройства, в защите которого необходимо относиться максимально серьезно. Напоминаю, еженедельно на портале securitylab.ru выходит обзор самых интересных инцидентов по информационной безопасности. В очередной раз наша любимая рубрика про тяжелую жизнь северокорейских хакеров. Пока элитные подразделения северокорейских хакеров безуспешно пытаются взломать мозг Дениса Батронкова, ООН выпустила доклад, в котором утверждается, что северокорейские хакеры за последний год заработали более 300 миллионов долларов, которые потратили на финансирование ядерной программы. Обычно киберпреступные группировки, контролируемые государством, используются для получения различной конфиденциальной информации или для выполнения различных деструктивных действий на территории противника. Но Северная Корея уникальная страна. В ней государственные хакеры выполняют роль киберпреступников, зарабатывая деньги на улучшение ядерного оружия и баллистических ракет. На этом все. С вами был Александр Антипов. Читайте наши новости, лайкайте это видео и подписывайтесь на наши каналы в соцсетях. Не расслабляйтесь. Выпивая в баре, ваш телефон могут взломать северокорейские хакеры. А еще мы готовим для вас конкурс. Но что это за конкурс, вы узнаете в следующей передаче. А теперь точно пока. Что, меня уже снимают что ли? Не расслабляйте булки. То есть у него спина от него болеть не будет, поясница болеть не будет. Это так кажется, это рекламный маркетинговый ход. Ну мне он уже нравится. Подписывайтесь на канал, мы начинаем. Рубрика про северокорейских хакеров. В Москве настоящие пробки. Давай попробуем. Вот так мы сделаем. Вот так вот. Чуть посерьезнее, но подобрее. По счастливому стечению обстоятельств, повышенный уровень гидроксида натрия. Ой. А мы сейчас сняли этот кадр? Стоп, стоп. Все все засняли? Да, сняли. Ну там разные у меня пэры. Я вас в прошлый раз, по-моему, другим угощал. Не верю. Еще раз. Объекты критической инфраструктуры. Но программоглазь. Не расслабляю булки. Ура! Ура!